Всем привет, всем доброго дня, друзья. Чудесное начало плей-оффа МДЛ Мейджор. У нас с вами Баджик в первом же пике, Батрайдер в центре от Мэйби. Что может быть круче вообще? Я не знаю, что может быть круче, чем секрет в начале дня, так сказать. Не с так кофе. Практически утро начинается не с кофе, а с пиков Пупея. Но в отличие от иногда случающихся у Пупея совсем непонятных драфтов, когда там саппорт Текис, саппорт Врейс Кинг, и все они саппортят Сларка какого-то или что-то такое. Здесь, в принципе, все имеет смысл. Имеет смысл? Это очень сильный пик. О, секрет, если так подумать. Он просто, ну, Пупея так вывернул все невероятно. Ну, во-первых, Луна-4, да, мы уже это видели, но кто, кроме Пупея, активно это использует? Да никто. Да не то, что прям даже активно, да, то есть у него это есть. Иногда, ладно. Иногда, да, да. Никто не использует. И как бы ты вообще фиг это вспомнишь. То есть ты когда драфтишь, у тебя реально нет этого в мыслях. Ну, и ЛЖД не было, и вот, а тут оно приходит. А представляешь себе, Пудж, Морф, Дровка, это же все пипец как синергирует круто с Аурой Луны. Луны, да. Это пассивка третья, которая дает 24, по-моему, да, на последнем уровне прокачки атрибутов каждому из героев. По-моему, 24. Не помню. Было 40, пофиксили, стало 24. Нет, там было с талантом 40. Неважно. Вроде поменьше, но это не суть. Дает много, дает дровки, которые, как бы, еще это все конвертируют в скорость. Морф, благодаря этому, может быть более перекачан в силу, ну, как бы, потому что... Дает ему ловкость, да, он перекачивается в силу, плюс скорость атаки. Он не может, ну, он может себе позволить чуть более хэповым быть, или же максимально в ловкость, все это круто. Пуш и так мега жирный, под этой луной просто бы невероятное количество хэп. Короче, это все прикольно. И вот лайн, смотри, какой интересный. Луна, дровка и таск. Между прочим, сильный очень лайк. Тут очень все интересные линии, если посмотреть. Морфлинг против бутрайдера. Вообще, мне так кажется, что LGD немножко повелись. Ну, с той точки зрения, что вот на такой набор команды соперника, они ответили тоже бутрайдерам от мэби. Мол, мы тоже так умеем. Мы там такие хитрые, ребята, луну на четверку используете, паджика берете. А у нас бутрайдер от мэби имеется, если что. Готовы к такому? Ну, поглядим, это жутко интересно, потому что паджик у нас стоит сейчас на легкой линии. Против него эйм на наге, помогает дэпвай на фениксе. Тоже такие лайнапы, бред, угадать вообще невозможно. Слаждовато, да. Ну, бутрайдер, мид это сейчас используют иногда, соответственно, так играют. Это, конечно, с одной стороны, ну, такая рисковая ситуация. Потому что привыкли мы в последнее время видеть двух коров. И в миде тоже коры. И, соответственно, ну, вот у Сикрет это тот самый кор в миде. Здесь это бутрайдер. Но вообще герой, который с мидом может очень неплохо разворачиваться. И бутрайдер Марфа должен победить довольно сильно. Более того, он его даже может убивать. Уже буквально с третьего, там, четвертого уровня. Никакая перекачка Марфу не поможет, если он ошибется и словит, там, 5-6 стиков. Ну, мне кажется, что это, наверное, наиболее эффективный вообще персонаж здесь у команды Сикрет, который может стоять против бутрайдера хоть как-то. У него хотя бы эскейп есть, да. Представьте на секунду, что стоит паджик в центре или стоит дроу рейнджер. У них вообще нет возможности спастись. Ну, я вижу, что делается. А у Ниши вот есть твой форм, он уходит. Ну, уходит, да, но как бы тяжело ему. Он вообще не фармит. То есть полностью отогнал его мэйби от крипов. Крипы умирают под вышкой. И вынуждены сюда кто-то делать телепорт. Это он ТП делает. А, это он ТП делает, я понял. Там крипы умирают. Надо экспо. Не, ну, все верно. Все верно, но тяжко, тяжко. 11-3 у бутрайдера, сейчас морфинг 4-0, друзья. Да, ой, тут хаста. Если бы бутл был у мэйби, это был бы вообще разнос, но бутла пока нет. Да и так, разнос. 17 стиков, конечно, есть у Ниши, но от толку от этих стиков. Ну, один раз можно выжить как-то там на лоу хп, нажать стики в вейформ куда-то в сторону тир 2, и это его спасет. Но тяжеловато, тяжеловато. Никто и помочь прийти не может на самом-то деле. То есть, ну, ганг луны это такое себе. Не, ну, Таск может прийти помочь. Тут вопрос, когда. Ой-ой-ой, ну вот, по-моему, и все. Да, доигрались. Вейформы нет, стики не помогают. Ну, это ожидаемо. Об этом говорил Форс, это было и так естественно. Бутрайдер здесь, ласт пиком, он должен закрывать в какой-то степени одну из линий команды Сикрет, и он пока закрывает центр. Очень успешно. Собственно, мэйби может эту игру и просолировать. Если вот он сейчас так дальше продолжит убивать нишу и иметь там топовый нетвор, скрипстат и так далее, то дальше он долгое время до покупки, конечно, предметов там каких-то, он будет и дровку убивать, и луну, и даже буржу. Делает очень неприятное и больное. Ну и, соответственно, можно за нас снова болить элементарно. Ну, этим и будет заниматься мэйби. Пока мы наблюдаем за Заем, который, кстати, против даблы имеет очень даже хороший крипстат. Ну, скорее всего, денег у многое суммарно в итоге не имеет с этой линии, потому что мы видим кучу иллюзий, и Наги постоянно спавнятся. Ну, так или иначе, все-таки Квилин Бейт ему помогает. Чейн Мэйл, Ринг оф Протекшн, брони много, 0 плюс 7 мы видим, то есть такого баджика пробивать трудно. Пассивку вымакшивает. Ну, герой, которого вы не убиваете, при этом он получает экспу как минимум. Нет, нет, он тут супер круто себя чувствует. Вот этот вот новый билд после изменения пассивки сразу он бросился в глаза. Некоторые люди, конечно, посмеивались над этим, а другие начали тестировать и довольно эффективно играть. Вот смотри, у него 12 ГП Регена вот просто так. И 1000 здоровья. И 1000 здоровья. На четвертой минуте. Ну да, давай как бы поговорим. Кстати, надо считаться. На топе там какая-то жесть происходит, за вышку залетают, похоже, секреты. И тут разборки, да, идут, их снова могут убить подкоп. Шикарная Чилиса. Не пускают их снова использовать Хилинг Селф. Будет восстанавливаться запас здоровья. Пупея улетает. Ну, слепа. Конечно, есть. Да, его должны убить. Вот тут сейчас еще Сан учились с тобой, то Пупея-то уже нет, наверное, ни на что. А тут еще не подоспел. Нам просто, да, покружил. Пупея погибает. Снова остали фраг. Ну ладно, здесь погибает Таск, но при этом мы видим, что Мидван имеет 25-17 с верхней линией. Крепстат тоже очень хороший, очень-очень обденаивает соперника на этой линии. Ну, то есть у Морфинга все трудно, конечно, но на крайних линиях ребята из Сикрет получают свои деньги. Это, наверное, наиболее важно сейчас. Ну, не так сильно фидит. Там два фрага всего, один из которых в центре был. Так, пятая минута. Ну, по идее, снизу должны забирать оби-руны ребята из ЛЖД Гейминг. Хотя там будет, судя по всему, борьба. На топе неясно, пока никто к баунти не подходит. Пять секунд, между прочим, осталось. Команды, просыпайтесь, просыпайтесь. Баунти-рун, надо контролить. Вот, и Флай подошел, хорошо. Смотри, просто никого на баунти нет. Просто никого. Все заняты. На самом деле, первая баунти-руна на пятую минуту, она все-таки не то, чтобы настолько важна. Приятно, конечно, приятно, конечно, но иногда бывают дела и поважнее. Ну, собрали по итогам все. В принципе, видим, что да, по 900 голодей каждый командир имеет. На первом спауне по две было, поэтому все пока, поэтому показатели у довольно-таки ровно. Ну, все, игра успокоилась, устаканилась, Морфин перестал умирать, но при этом и фармит, кстати, получше уже. Обратите внимание, 21 на 3, у Батрайдера 28 на 7. Где же давление от мэйби? А он в лесу, то есть частично в лесу. И тут как раз эта вот ситуация, что как сейчас мидеры часто играют, неважно, как ты его давишь, насколько у тебя сильнее герой. Если он может тебе позволить, он просто уходит в лес. И так, в общем, все и делают. Конечно, не такой крутой персонаж для фарма в лесу, но так или иначе, это лучше, чем стоять в центре против Батрайдера. Ну, нет, он более-менее, что у него много дэмэджа, то есть фармить может он. Сейчас масочку все еще купят в смерти, ну и все. Вообще будет чувствовать себя хорошо. Ну и пока мы видим, что Пупей и его мастер-майн-стратегия здесь работают на ура, потому что, в общем-то, не считая миды, остальных линий все очень бодро. Серьезно, это ухуджай, он просто пошел. Он ест. Это вот так работает? Подожди, подожди, есть под вышкой прямо на седьмой минуте? Вот это он жесткий. Ну, он просто съел. Так он там маленький, ладно, можно? Ему вообще все равно, у него вон леген 12 в секунду. Монопул, правда, маловато, да, вот так вот, особо, конечно, не поиспользуешь ультимейт. Ну, ладно, фейзы есть, тпшка, если что есть, хук на первом уровне. Да просто на топе может быть драка сейчас, где Паджик мог бы помочь. Например, подкопали мидванов, одного в слип. И взор думает, что же сделать, слип перенимает на себя, чтобы Пупей смог спасти своего ультимейта. Ну, неудачный шар, ну, там, с другой стороны, вряд ли можно было бы вообще что-то полезное сделать. Но шарты такие. Могут попасть в анти-хайлайт. Прикрыл своего персонажа к елке, знаешь, так пришпандорил. Реально пришпандорил. Никуда ты не пойдешь. Вариант был там только, если какой-нибудь Паджик перетянет. Там, да, да, там, только если кто-то придет. Падж пока не хочет приходить. Ну, Ниша тоже, герой у него такой, что он как бы не стремится пока никакие генжи. Так что приходится там разбираться с ребятами самим. Но, возможно, уже стоит секретом либо вовсе свапнуть лайн вниз, либо дровки уйти вообще в лес. Прямо сейчас. И уже там что-то придумывать, отталкиваясь как раз от пуджа. Потому что сверху, конечно, именно стоять каждой секунды будет все сложнее. Ну, постоянно будут приходить убивать. У LGD есть ресурсы на это. Ну, с другой стороны, высвобождается нижняя и центральная линия, где попроще будет тиммейтам. Так, тут пупей. Четыре герой. Что происходит вообще? LGD. Восьмая минута. Паджик хукает просто крашану. О, боже, это Дота за здесь. Остается один. Четверо его метелит в спину, но он толстый. Не забываем про эту урон уже имеется. Как его убить вообще? Сноубол непонятно куда. Просто лату возит. Ну, и дровка, в общем-то, ушла вниз, как мы видим. Как раз таки вот так оно все примерно и должно происходить. А пока игра напоминает такой задорный паб. Мне нравится. Мне нравится пучку кайт, четыре герой бегут. Что-то происходит. Бэтрайдер в миде там Марфай драконит. Это я вот до выезда на турнир сюда, в Париж, смотрел как раз такие игры. Паблик. Рейтинговые игры. Ну, игроки сюда приехали, на групповой стадии пару дней было. И вот они все время в пабликах попадаются друг против друга. И это игры из разряда, где в одной команде Явар, там Miracle, там в другой команде Miracle другой условно. И это очень веселые пабы были. Прям, любо дорого смотреть. Да нечто подобное здесь. Но правда это плуем, друзья. Здесь так-то игра за топ-6 турнира, если что. Поэтому Зайперс пошел и съел человека. У нас чилис. Так все его не остановить. Ты посмотри, ему вообще все равно. Ему не важно, сколько врагов, что-что. Кто-что-куда. Он уже начинает набивать флэш-хип, он уже один есть. Урна заряжается, все в порядке. В быстром закупе Клоак. Хук вообще не максит, в этом нет особого смысла, мы видим, да. То есть пассивка в приоритете. Рот также подкачивается. Все, ок. Урну остротил на себя, кстати. Не на убийство соперника. Просто подхиляется. А он понимает, что он еще заработает, как бы, чего-что. Оп! Таких сомн даже нет. Стойте. И кушать. А хватит сил. А там ничего нету? Ну, это странно. Одна секунда там икару с дайвом утолкал. Ну вот он и заработал урны обратно, видишь, что. Ну да, получилось. Мидван, теперь я ним их снова находит. И стреляет в спину. Подтягивается ниша здесь. Снова брейнсап. Немного хп себе восстановить. Страйк и для ниши фраг. Крутально получилось. Он тут вардил, да, ходил вардил. В принципе, скорее всего, еще и вард более плюс-минус спалил. Возможно, его и сломают. А может быть, сиклинг там оно и не надо. Они тут развлекаются, как хотят. Пока что в этой игре. Ну и преимущество есть у них уже. Две тысячи. Так, то счет по фрагам три-три. Бэтрайдера не видно. То есть, вот то самое, о чем говорилось. Ну, как бы от него много чего зависит. Вот как раз зависит, но он ничего и не делает. И это плохо. Сейчас контроль рун. Зайд, есть. Сноутрол, интересно. Ниша хосту взял и подтягивается туда. Да, конечно, поможет. Вот, приходим адаптив страйк. Сразу же по мейпе. Феникса прервается, что? Икарас дайв туда, до конца ниша идет. Ебзор рядышком, если что, может помочь Бимом. Но я думаю, что Ниша в соло справится. Нет, Ебзор сказал, что ты не справишься. Враг мой. На ворды. А теперь настоящую птицу Феникса будут убивать. Минус два. И драка опять получилась очень сумбурной. Но она на руку команде Сикрет. И действительно, где Бэтрайдер? Он умер. Ну вот, то есть, как бы, он мог эту игру сделать для своей команды, но пока он не делает должного количества пользы. Ой-ой-ой. Он на себя избил, избил эпицентр. Зай, что творит демон. А нет просветок, да? Видимо, нет. Ну, неузвимость. Неузвимость. Ну, бывает. А вон Синдрят стоит, но Чалис не в радиусе действия. А Чалис даже боится в сторону, куда-то тернется. Да-да-да, он чувствует, что тут его не видно. Кук. Нет, малку гонит. Ну, он не знает. А Курьер прилетел, там, наверное, принес какие-то Владмиры. Даст, возможно, принес. Нет. А изобрели вообще? Никакого визуна. Да и пофиг на него, в общем-то. Лунага фармит. Так, а тем временем Лунага купила Владмир. Быстрый очень, на 10-й минуте. Ну, а пассивка вымакшивается, мы видим, на третьем уже уровне прокачки. Баджик сильнее. Рядом, находясь с Югзором, становится. ХП-шки много. Ну, вот, Эйм на Наге. Несколько игр уже Эйм на Наге спасал. Вчера, вот, в игре против команды Минески. Тащил игру на Нага Сайрон. Собственно, не впервые мы этим заниматься. Команда пусть развлекается. Главное, чтобы Нага получила Space. Она его получает, 5000 нетворсы. Не так плохо. Не так плохо, но команда пока слабо развлекает. Ну, то есть, хотелось бы лучше, но тут, как бы, команда нарывается на пуджа. Да, и они понимают, что действительно ресурсов и ЛГД просто с этим пуджом бороться, но их нет. Вот, 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 мэйби, мэйби, мэйби. Засолить сейчас может. Пупей выигрывает время, прячет Сноубол. Здесь рядышком, если что, и Фай. Но помощи никакой нет у Пупея сейчас. Никто не идет на подстраховку своего капитана, и вдруг погибает Пупей. Ну, саппорт пятой позиции. Не жалко. Не жалко абсолютно. Ну, хотя бы трейдера увидим. Вот его активные действия, его активные выходы. Можно нажимать смок, лосо не было потрачено, пытаться еще что-то сделать. Тем более появилась Супернова. Так или иначе, это просто отведет взгляд команды Сикрит от Наги. Хотя там взгляда-то особо нет. Эйма вообще никто не контролирует. Всем плевать на Эйма. Ну, пока... Ну, пока да. Ну, а что как бы... Что с него взять? Он не особо страшный, этот Эйм. Кстати, дай-ка подумать. Вроде не фиксили эту штуку. Морф может превратиться в Нагу и одновременно использовать иллюзии и, ну, морф обратно в герой и появятся три иллюзии морфа. Да, очень сильные. Интересно. По идее, это не фиксили. Не знаю, если ниша в курсе вообще. Ну, должен быть вообще по логике. Прикольный абуз. Должен работать все еще. Не могу гарантировать на 100%, потому что не тестил уже давно. Но когда-то работало. Так. Ну что? Я не знаю. LGD, конечно, прикольная. Что-то ходят, бродят. Но боюсь, что с такими темпами игру они будут медленно, но верно проигрывать. Нужно более активные действия какие-то. Пока на это и похоже. Ну, видимо, плана все-таки, опять-таки, заключается в фарме Наги. Но она фармит. Она одна фармит, фактически. Ну и Бэтрайдер. Ну что Бэтрайдер? Бэтрайдера все-таки много не жди. В Лайтубе не вытащит, да. Конечно. Что можно придумать? Я не знаю, какой-нибудь Рэддианс Аганим? Что-нибудь супермощное, да, вот такое? Слушай, ну Рэддианс Акторин. Аганим, БКБ, Форстат. Аганим, наверное, даже не нужен. Рэддианс Акторин, там Шиво. Что прям летать, сжечь. Все равно звучит как-то... Звучит плохо. Плохо, очень плохо звучит. Ну там можно Дагон 5 еще купить, не знаю. Ну, понятное дело, что в любом случае Бэтрайдер никогда не будет там сопоставим с морфом каким-то. Или дровкой. Или дровкой. Это и без того понятно. Или баджик. Но определенный мидгейм он может быть за Бэтрайдером. Бэтрайдер может делать много. Но тут тогда есть пух. О, какой пух. Порошка. Ну и с ноу-болом. Дальше баджика с собой можно забрать. И без него шарды замечательно. Попеешь или нет уже... Опять не видит его. Да. Сидит, сидит. Понятненько. До свидания. А что по просветкам? Попей. Да что-то как-то. Денег много стоит. Для слабых. Для слабых. Я... Победим и без дастов. Ну, типа того. Ну, надо до конца быть... Все атрибуды соблюдать паблика. Да, в паблике нет вардов. В паблике нет дастов. Вот там точно невидимость, неуязвимость. Поэтому берешь поджав хард, качаешь ему пассивку, не покупаешь дастов. Все, идеально. Так, ниша. Ну, с колечком уже, кстати, есть 2200 на Ultimate Torp хватает. Ну, немного... Понемногу свое выносит ниша. То есть, начало было, конечно, сверх тяжелое. Но тут он уже Бэтрайдера, между прочим, и обгоняет по фарму. Поэтому, можно сказать, с уверенностью, что ниша реабилитировался по фарму. Третья строчка. Пока все в порядке. Так, ну и 15 минут. Сейчас контроль баунти рун. Эйм и чилист занимают свои позиции. Секреты нет. Секреты нет. И без баунти играем. Без просветок, без дастов, без баунти. И, походу, без куджар. Потому что он, конечно, толстый, но... Нет, нет, но убьет. А может, хук? Хучанский. Оп! Хучанский. Промазал. Ой, тот, к сожалению, взорвался. Яичник. Но... Динает? Боже! Читер. Все, я это. Молодец, если не читер. Вот так вот, надо говорить. Да. Я в тильте был бы на месте. Ты вообще вдумайся, ты тратишь два ультимейта. У тебя умирает... Три ультимейта, более того. Феникс умирает у тебя. Вы тратите миллионы ресурсов. И каким-то образом это тушить тебя динает. Ну что это? Это реально вгоняет тоску. Прям... Нереально. Потому что сейчас кулдаун, и Ападжик вот уже появился. Он уже идет опять на тебя. Подъедать тебя. Ладно, ладно. Это все, конечно, вообще в условности. Вот, похоже, LGT просто верит... Слепо верит в свою нагу. Вот, больше я никаких оправданий этим мувам дать не могу. Они сидят только на своей половине. Не выходят на сторону команды Сикрет. И Сикреты сами нападают, хотя тоже могут этого не делать. И нага фармит. 8-4, 100 окей. Все будет зависеть от Эйма. Но тут Рошан падает. Тут Рошан, и более того, Сикреты сразу, скорее всего, должны реализовывать это в убийстве Рошана как минимум в кирвышку, вторую на миде. Потому что, ну, нет ультов. Тут как бы все понятно. Я как бы не удивлюсь, если, в принципе, Сикреты сейчас на рампу будут заходить. Ну, так, знаешь, не то чтобы прямо уж до конца. Но обозначит присутствие. Обозначит свою позицию. Так, чуть-чуть, знаешь, побьют вышечку, там, скажут. Вот это мы, вот тут шиклит нажали. Вот теперь точно можно зайти, в принципе. Ну, заставит это в ЛГД стянуться на базу свою, защищаться. Хотя, может быть, одной наге здесь даже хватит с иллюзиями. Там, пока я уже улетаю. А, ну, там пошел, потому что вот такая вот грязная игра, так сказать. Но за эту грязную игру может битрайдер поплатиться. Он тут совсем один. Ему лучше бежать, конечно. А у него инвиз в ботле. А он-то знает, что это неуязвимость. Да-да, это работает в этой игре. Ну, вообще, неплохо. То есть, даже попытки от Сикретов зайти на хайграунд не было, потому что крипы просто умерли. Ну, да. Не, ну, все правильно мы бы сделал. Если бы он этого не сделал, попытки могли бы быть. Кстати, смотри, Луна фармит гоним. Будет довольно быстрый. Ну, да, там на кого-то паджика, который пойдет вперед, или на морфинга. Очень удобно. Накидываем эклипс. И пусть он работает. Лишним не будет. Ну, да. Вот если паджик еще себе купит блинк в этой игре, что я думаю, он должен по логике сделать. Там, может быть, после пайпа, если он вообще будет его докупать, но почему бы и нет. Ну, вообще, сейчас вангвард планирует. Ну, крипсин. В один момент он может купить себе блинк и просто под эклипсом прыгать вперед и пушить людей, что называется. Ну, тут вариант. Тут сноуболом Таск может заехать, если что. Ну, морфинга есть. Так-то эклипс можно просто на площадь кинуть, если уж на то пошло вот этот вот абсолютно дурной. И, взятым, даже к кому-то его привязывать. Ну, что там нагата у нас, шах. Как у него дела? Ну, что-то есть. Тифузы, яши, нормально. Манта будет. Ну, классика, абсолютная классика по билду. То есть, все это мы видели уже неоднократно на этом турнире. Боюсь, я сообщить ЛЖД страшную новость. Ведь на огне не вывезет даже дровку. Одну, ну, которая купит всем Йолныроганим. Бабочку. Ну, вот этот вот билд. Уже, ну, как бы эти иллюзии будут так сыпаться. А что делать с морфом? А там еще и пуш. Да и даже луна в один момент. Ну, да, мне тоже не верится. Мне тоже не верится, что это спасет игру. Ну, вот ЛЖД в это верят. Верят. Свято верят. Уверовали, так сказать. Уверовали в нагу. В нагу, да. Ну, посмотрим, что случится с ними. Пока случится смог на нижнюю линию. Байт на баджика. Но баджика здесь никто бить не будет. Это вообще не рекомендуется делать. В этом нет никакого смысла. Вы его не убьете. 2 200 здоровья. Худ в ангуард нет. 37 легенд. А вот Эйман эти. Опа. Слип. И что? Неужели будет? А может, рака будет? Слушай, так, потягивается через... Мимо. Мимо. Эпицентр. Заходим. Таск могут убивать. Белитаск. Ну, как бы, классненько, что. 2 ультимейта потратили на это? 3 ультимейта. 3 ультимейта, да. 3 ультимейта. 3 ультимейта, да. Не бог есть что. Ну и, соответственно, Secret, очевидно, могут сейчас просто собраться толпой и забрать 2 вышки снизу, если хотят. Ну, потому что нет ультимейтов, понятно, без яйца, без ультимейта на Сент-Кинге. И что особенно важно, без ультимейта Наги, ну, LGD вряд ли вообще могут как-то встретить здесь Secret. Ну да. Ну, тут важно, конечно, то, что Нагу вообще не потеряли. Самое главное, LGD оберегают всю игру Нагу. И из-за нее, конечно же, и вступаются, и ультимейты тратят. Важно было спасти. Они ее спасли, то есть задача выполнена. Теперь уже ответ от Secret. Ответа нет. Они просто фармят. Да, решили вообще не пользоваться кулдаунами, что странно. Хотя, с другой стороны, смотри, Морф с Пуджом, они как бы пользуются. Просто они настолько наглые, что Морф с Пуджом делают это вдвоем. Они вдвоем просто хотят, видимо, забрать там вышки или что-то типа того. Во, да, работает. Подожди, это кто? Это Морфонаги? Это Морфонаги? Нагоморфы? Нагоморфы? Нагоморфы или Морфонаги? Что? Подожди, подожди. Не, ну это Наги. Ну, они как бы Морфонаги. Что? Ну, они Морфонаги. С ними что-то. Они как бы вроде Наги, а вроде ползают как будто Морфы. Ну, я не понял. Возможно, это сейчас так работает, а может быть, он неправильно сделал. Кик его знает. Тут я уже не могу ничего сказать. А как он мог по-другому сделать? Он же превратился в Нагу, нажал иллюзию. Нет, смотри, ты превращаешься в Нагу, нажимаешь иллюзию, а потом обратно в Морфа. В это же секунду, типа. Тогда появится что-то. Вот сейчас он не стал этого делать. Ты как бы... Не знаю. Кстати, по Морфонаги ты должен превращаться в иллюзии. И одновременно с этим превращаться обратно в Морфа. И тогда появятся иллюзии Морфа. Нет, тогда появляются Морфонаги. Короче, должны. Были раньше, не знаю. Надо потестить. Компьютера нет здесь, чтобы потестить. Обидно. Короче, ниши и им сейчас изобрели нового персонажа для Доты. Это классика, боже мой. Вон в полу плавает что-то. Что-то плавает там такое. То ли Морф, то ли Нагет, то ли фиг разберешь. В любом случае, это, кстати, даже в таком раскладе для Морфа очень приятный бонус. Потому что он неплохо ими фармит, как мы видим. Катаются эти Наги. Там что-то происходит. Туск, туск. Бедняжка Туск опять страдает, да его забрали здесь. Атака от... Опа, хороший. Зай, можно слушать. О, а где чуть-чуть шифт? Не съел. Адептю страйк? Ну, Тайкс, но вот здесь все равно не отпустит. Может быть, Зай сам не ожидал, что попадет Хуком? Ну, возможно. Возможно. Он же вообще в темноту кинул. Кримсон купился бы, кстати, после этого убийства. ХП растет. Скоро 15. 38 легенов в секунду. Такой микроалхимик, знаешь, ходит у тебя с постоянным ультом. Это жутко, конечно. И защита от магии, и защита от физического урона, от всего защиты. И 2400 ХП. Пресвятая толстота. Да, она самая. Так, а здесь что? Тараски попахивает. Но здесь тоже будет та самая толстота. Так, ну что, Феникс в лейт потихонечку собрался. Там ГПМ себе взял. Ситуация стандартная. Весл есть. Там сейчас какие-то шифт будут добираться понемногу. Ну, если игра будет затягиваться. Но вообще я там увидел удровки БКБ у Морфлинга БКБ. Это может нам намекать на то, что ребята из Сикретт скоро и на хайграунт будут полезть. Ну а что, Блокембара они ведь и на драку. Для этого и покупаются. Ну да, но тут весь Сикретт, помимо того, что да, они на драку прикупили предметов. Они понимают, что они ведут. Спешить им в общем некуда. Это они тоже понимают. И понимают, что в принципе можно случайно пропустить какую-то драку. Или как-то неудачно подраться без БКБ. Потому что все-таки расскажут, что он же десильный. И можно подставиться. Поэтому ты берешь БКБ, ты может быть даже их особо жать не собираешься. Ну вот они здесь все. Ты их может быть даже особо и жать не собираешься. Ты их взял на всякий случай. Превентивная мера. Вот неожиданно будет какой-то смок, который ты проворонил. Там Сент-Кинги уже в тебя влетают. Там Фениксы ставят суперновые. А у вас у всех БКБ. Все нажали БКБ, никто не умер, всех убили. И не отдали вот это вот преимущество, которое уже имеют. Так что тут грамотно. Ну Сикретт вообще молодцы пока. Так смотришь по всему, что делают. Очень. А еще они так и респектуют LGD. То есть они действительно уже могли бы на самом деле думать о том, как закончить игру, что называется. Отдают должное. Да, но они так очень аккуратно развивают преимущество. Никуда не спешат. Слушай, мне кажется, им тоже интересно, как это будет работать. Ну с Аганимом дождались от Луны. Прикольно же. Смотреть, как это утракивает. Давайте купим артефакты все-таки. Ну я думаю, они уже видели разочек-другая какая-то работа. А это оттестить на LGD. Это уже другой вариант. Да. Ну, опять-таки, БКБ плюс ко всему против Слибо Наги помогут. Поэтому тоже важно приобретать. Важно это понимать. Ну и вот забирают терталовышку без сопротивления абсолютно какого-либо. Первый Аганим, купленный на Луне в этом турнире. Ну это понятно. Это единственная такая Луна, которую мы увидели на четвертой позиции пока. Опа. Не попал по X-Ноби. Не точно. Слушай, ну Хэгграунд уже падает. А где ответ? Вот ответ в виде глипа. И в центре уже пошел в спину. Пытаются очень быстро убить Мидвана. БКБ успел. Успел нажать Блэкинг Бар. Это очень важно сейчас, потому что убить быстро они смогут. Мидван. Куча станов, конечно. Супернова переродилась. Мидван, что делать-то? Так, спасать хук. Но там Бэтрайдер вперед залетел. Мэйби своим телом. Попробовал позволить своей команде убить Мидвана. Но Мидвана спасает с ноутбол от Ускара. Хорошая игра. Мидван только сейчас погибает. Сколько много ресурсов потратили ребята из LGT Gaming на убийство этого одного персонажа. Здесь уже ниже под Блэкинг Баром. Чилиса забирают прямо его в песке. Хук в нагу не попадает. И Тир-3 падает. Много всего потеряли ребята из LGT. Если быть точным, они потеряли все. Все свои ультимейты. Нечем отбиваться. Нечем отспамливаться. Это нижняя линия, которую Сикреты заберут прямо сейчас на 25-й минуте. Ну да, вообще нет дэмэджа. На самом деле, вот как раз-таки эти БКБшки. Ну, они даже просто купили БКБ и сразу пошли игру заканчивать Сикреты. Ну, и мы видим, что просто нет урона в БКБ. Ну, вообще нет. Ну, а его действительно нет. Есть типа Нага. Ну, а пока урон Наги объективно он еще не такой-то большой. Тем более, часть урона это диффуза. Притом довольно весомая. А диффуза не работают в БКБ как раз-таки. И в итоге мы видели, что дровку били, били, били все. Она пережила Лассо. Она пережила Супернову. Она пережила там фокус кучи героев. И потом ее еще спрятал Таск в шарик. Она еще там пожила-пожила. И в итоге жесть. А Морфу об убийстве Морфа даже вообще не идет никакой речи. Там если бы у каждого персонажа жил G-Dip или рефрешеры, они могли попробовать то же самое на Морфа нажать. Вот в этой ситуации, да. Ну просто реально больше ничего не оставалось. Всем бы подогону. Хотя бы первому просто в Морфа нажать. Может быть он умрет. Не знаю. И то БКБ. Черт, не работает. Проблема. Не, ну вообще да. Сикреты просто прошли, забрали линию. 12 тысяч преимущества. И абсолютно ничего им не мешает прямо сейчас сделать то же самое с центральным коридором или с верхним. А зафармик Радик, между прочим. Между тем. А что ему еще фармить? Ну, в общем-то, да. Причем бы и нет. Нормально. Так, зафаем. Погоня. Набросили урнуть. Не весел. Опа. Ну все. А ну-ка, хок, хок. Ты огребаешь. Микро, 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 микро. Давай, давай зай. Майнгеймс. Ага. Поехали. Кушать не получается, уезжает. Не съест. Да, там Рошанчик скоро, по идее, да, должен быть уже. Вроде как. Ну да. Возможно, секреты, ну так, чтобы совсем на верочку, дождутся Рошана, убьют его. Вот Пупей уже занял тут позицию. Знаешь, что Рошан появится очень скоро, потому что очень долгий таймер прокнул. То есть он, ну, как бы, уже давно мог появиться. Получается, таймер прокнул практически максимальный. Ага. Убил больше всех крипов. Ну, на втором месте. Молодец. Ну, Сигретов настолько на это все равно. Ну, Нага фармила всю игру, они даже не кангали ее особо. То есть Нага была, и они действительно ее пока не ощущают. То, что там есть... Просто у вас есть иллюзии Наги, а там есть иллюзии Нагоморфа. Поэтому тут понятно, что сильнее Нагоморфа, естественно. Ладно, они дерутся там. Так, ну где Рошан-то? Пора появляться. Для LGD это сейчас последняя возможность, цепиться за игру на самом-то деле, подраться на этом Рошане. Потому что сыроеки. Если они все это отдают Сикретам, то у них шансов уже на камбэк просто не будет. Поэтому они сейчас как-то в спину под смоками будут заходить. Просканили территорию. Ну, совершенно непонятно, как тут подраться. Тут, я не знаю, Сикреты должны все очень плохо сделать. А, не смотри, они просто забить на Рошана и пойти на патринию. А, ну и правильно, и правильно. Они понимают, что очевидно, что LGD вокруг Наги. Очевидно, где-то там. Во, во, он сделал их! Имноморфов, понял? Да, да, да. Наконец-то у него получилось. Или, может, ему кто объяснил. Смотри, как они разваливают. Это же просто ад. Это намного круче, чем Наги. Так они еще под пайпом попробуют убить. Это абуз. Я тебе более того скажу. Абуз. 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 Вот, и Зерел появился уже. Ну все, появился этот, как он там, Рошан. Он сейчас опять не сделал. Ну, сейчас особо не нужно балуются. Просто для разведки. Так, снова бала пошли. Этот центр интересный. Вот сколько внимания Баджику. Ой-ой-ой, там хорошая тема, на самом деле. Но Зай живет пока, где команда. Команда подтягивается. Прямо сейчас пошел и клипс неплохой на Зай набросили. Но Баджик-таки погибает. Подтягиваются трикоры. Сейчас будут разбираться. Давайте посмотрим. Минус Бэйн. Ставится Супернова. Эйма старается пробить нишу под Блокинг-баром. Переключает свое внимание на убийство Супернова. Супернова уничтожают. Вал, распанчили здесь Бадрайдера. И Нага просто слеп. Надо уходить там. Потому что Твоем остается. Надо бы уходить, но у нее ТП на КД. Такой неловкий момент. А там сейчас нужно верхнюю линию спасать. Потому что Сикреты пойдут именно туда. Центральную линию подпушат. Благодар отключится. И вперед. Ломать-ломать третью линию. Плохая очень Супернова получилась от Эввая. Он как-то ее поставил так, что... Он вроде хотел ее поставить так, чтобы как раз никто ничего не понял. Но на теле поставил так, чтобы все были в радиусе моментальные убили. Ну вообще, кстати говоря, если так подумать, Феникс... Отвечать Фениксом на ферстпик Дровки... Это что-то сродни законтрите самого себя. Потому что, ну, понятно, Дровка сама очень быстро бьет. И всем нержавикам в команде дает очень большую скорость атаки. То есть, фактически любой саппорт какой-нибудь даже может разбить это яйцо. А тут морф Дровка. Это же понятно, что это яйцо никогда в жизни не взорвется. Ну, что тут сказать? Ну, вообще, LGD оказались не готовы к драфту. Абсолютно, абсолютно. Просто не готовы. Я боюсь, что к такому драфту может оказаться не готов никто на этом турнире. Вот именно к такому. К такому, да. Но то, что LGD не были готовы, это, ну, как классика жанра. Потому что мы все прекрасно знаем, вот, коллективы из Китая, их можно подкосить вот такими вот пуджами, грубо говоря. Все время для них это была проблема. Они слабо придумывают ответы на такие вещи. Ну, посмотрим во второй, что будет. Да, вовремя адаптироваться тоже не получилось. То есть, бэтрайдер в центре это интересно, но, прямо скажем, мы не видели бэтрайдера. Ну, то есть, он в центре один раз зашел, кубил нишу, и на этом все. Мидгейма его нет, он фармит там что-то. Но это, в общем, не... Не взяло в своем. Ну, ладно, друзья, первая карта такая, достаточно легкая для секретов получилась. Все были правы, кто ставил на эту команду. В общем-то, пока 1-0, друзья. И по обсуждению первой карты мы передадим слово нашей студии аналитики.